Сегодня уместно вспомнить железного премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, и тому есть веская причина. Если вспомнить образ этого человека, то это будет непременно плотный и сутулый человек в темной одежде, и как сам он как-то сказал, иногда вынимающий сигару изо рта. Ну а если вспомнить то, каким характером он обладал, то тут, наверное, пригодятся все самые яркие эпитеты, которые применяются к стойким бойцам. И все это правильно. У меня образ Черчилля в виде массивного памятника в парке у Елисейского дворца в Париже. Сказать, что там удалось поймать портретное сходство, можно с натяжкой, а вот суть этой фигуры поймана точно. Только все мы знаем позднего Черчилля, когда он встал у штурвала Британии после очевидного и безоговорочного политического банкротства его предшественника Невилла Чемберлина, который подписал договорняк с Гитлером и скормил ему Чехословакию в надежде на то, что Гитлер нажрется и успокоится. Не правда ли нам это что-то напоминает? Но Гитлер не нажрался и влез в Польшу, а затем через Нидерланды, Бельгию и Люксембург вломился во Францию. Вот тогда Чемберлин подумал, что случилась какая-то непонятка, а вместо вечного мира, который он привез всего полтора года назад, его страна получила мировую войну. Только в этот раз практически без союзников, поскольку к тому времени уже было понятно, что падение Франции вопрос нескольких дней, от силы недель. И в этот момент Черчилль и стал руля, пообещав своим соотечественникам слезы, пот и кровь, но в конце концов победу, которую и получил. Кстати, здесь можно вспомнить деятеля зеленого цвета, который вчера, как и ожидалось, завыл свою песенку о необходимости переговоров с Кремлем. Нам трудно сказать, почему СБУ до сих пор не свинтила эту кремлевско-сочинскую субстанцию, но видимо у них есть на то причины. Но вернемся к Черчиллю. Именно таким мы его все и помним. Но желающие могут хотя бы бегло ознакомиться с его биографией, чтобы узнать о том, что его политическая и военная карьера была стремительной и яркой до сражения в Галлиполе, Турция, во время Первой мировой войны. Там англичане потерпели сокрушительное поражение, и во многом вина за него легла на плечи Черчилля. Казалось бы, после такого удара судьбы уже не поднимаются на ноги. И действительно, он отдалился от политики и занимался садоводством и прочими ботаническими занятиями. Казалось бы, с оглядкой на эту историю Черчилль отнюдь не выглядел той фигурой, которой следует отдать всю полноту власти в момент, когда решается судьба страны. Но ему ее отдали, и мало того, он ее принял, показав принцип «за одного битого двух небитых дают». В общем, целый год Британия самостоятельно сражалась не только с Германией, но и со странами Оси, а также капитулировавшей Вишистской Францией. Любые расклады сводились к поражению Британии. А единственное, что стояло между Коричневой Европой и Британией, был Ла-Манш, который Вермахт так и не решился форсировать. Кто не в курсе, Ла-Манш – это пролив, отделяющий британские острова от материковой Европы. Он представляет собой серьезную водную преграду, для форсирования которой надо было бы потратить значительное количество сил и средств. Это, конечно, не северский Донец, который теперь известен всему миру из-за боев именно при попытке его форсировать, но все же. В общем, Черчилль впрягся в это дело, которое оказалось невыполнимым априори, и вот через год ситуация стала постепенно меняться. А чем все закончилось, все мы прекрасно знаем. Как знаем и то, что товарищ Гитлер изначально даже капитуляции не требовал, а просто понять и простить. Рудольф Гест полетел в Британию с одной целью – предложить ей перекроить сферы влияния. Проще говоря, Прутин пытался ступить след в след за Гитлером и тоже договориться со всеми о сферах влияния. Но Путин не Гитлер. Он бесталанный гопник и потому может лишь пережевывать то, что уже было кем-то однажды съедено, и с переделом сфер – то же самое. Но фюрер предлагал Британии действительно соблазнительный вариант. Британия отказывается от континентальной Европы, а Рейх не трогает ни саму Британию, ни ее колонии, где бы те ни находились. В итоге для потомков осталась мудрость по поводу переговоров с агрессором, где он сравнил это с речами в адрес крокодила, который схватил вас за ногу. Понятно, что арахамии-подобные антропоморфы ничего этого не могут знать как из-за глубокого и всеобъемлющего невежества, так и из-за своей нескрываемой просочинской позиции. В общем, Черчилль принял решение, которое не несет ни покоя, ни иллюзий мира, прекращение огня и отведение войск, а уперся и потащил сначала свою страну, а потом и всю антигитлеровскую коалицию к окончательному разгрому Рейха. А кто бы от него мог ожидать чего-то подобного, когда он довольно долго жил жизнью садовода-любителя? И вот нечто подобное можно было подумать о нынешнем премьере Великобритании Борисе Джонсоне. Его экстравагантные выходки отнюдь не указывали на то, что он имеет такие же цепкие железные челюсти бульдога, какие были у Черчилля. Но теперь это очевидно, поскольку именно Джонсон является острием политического копья, которое все глубже погружается в политическое тело помеси свиньи, собаки и двух петухов в плохом смысле. Между прочим, из своего обширного житейского и профессионального опыта могу сказать следующее. Чем сильнее человек, чем крепче его дух и чем выше интеллект, тем с большей долей уверенности можно говорить о том, что он легко будет воспринимать шутки в свой адрес, а когда эта совокупность намного выше среднего уровня, он сам будет подшучивать над собой так, что у шутников просто фантазии не хватит его переплюнуть, ну и наоборот. Просто представим, что некий безымянный персонаж всю свою жизнь работал клоуном по вызову. Он посещал утренники, свадьбы, прочие мероприятия, где, показывая свой убогий вид, вызывал смех публики, что выливалось в его гонорары. То есть он жил с того, что валял дурака. Переодевался черт знает во что, странно играл на клавишах губной гармошки и творил множество вещей, которые вызывали смех. И вот волею судеб он оказался крупным начальником. И тут выясняется, что он не сам не умеет пошутить над собой, и его аж трясет, когда кто-то это делает в его адрес. Он как бы пытается вычеркнуть из жизни тот образ смешного человечка, над которым трудился долгие годы. Но Джонсон не таков. Он отжигает такое, что захотел бы кто-то над ним жестко пошутить, не смог бы, ибо он в этом деле уходит гораздо дальше. Неудивительно, что если Байдена можно назвать мозгом антипутинской коалиции, то Джонсона можно считать ее сердцем. И вот у него сегодня день рождения. От всего нашего большого коллектива ЛО поздравляем большого друга Украины, который лупит кремлевскую гадину так, как этого не может себе позволить никто. Желаем ему сил, здоровья и большого научного труда в том, как он и Байден помогли нам слить в унитаз чуму, которая лежала посреди Европы столетиями, и никто не решался это наконец-то смыть. То есть войти в историю победителем московской гадины. И в завершении наша привычная. Борис, жги! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok